Продолжение следует... С наступлением холодов увеличивается количество пожаров в связи с тем, что увеличивается нагрузка на электрические сети, люди начинают отапливать помещения. В связи с этим я хотел бы провести небольшой противопожарный инструктаж. Необходимо произвести очистку дымоходов от сажи, проверить печи на предмет того, что штукатурка, не штукатурка, трещин не было на штукатурке. Топочный лист должен быть перед топкой 50 на 70. Сгораемые предметы от печей и от отопительных приборов, от котлов, от газовых колонок, то есть мебель и так далее, должны находиться на расстоянии 1 метра 25 сантиметров. Не допускается складирование сгораемых предметов рядом с дымоходом. При сильном запахе газа в помещении ни в коем случае не включайте свет, перекройте вентиль подачи газа в помещение и вызовите газовую службу. При неисправности в электросчетах, розетках, выключателях, светильниках и так далее, также вызвать необходимо специалистов энергетика. Также не допускается применять самодельные электронагревательные приборы при обогреве помещений. Газовое оборудование также должно быть проверено специалистами, должен быть на обслуживании котлов газовых, должны быть заключены договора. Перед наступлением отопительного сезона все газовые приборы по договору у вас должны быть проверены специализированными организациями. С наступлением зимнего сезона начинается пожароопасный период. В связи с этим сотрудники 109-й пожарной части провели подворный обход по противопожарной профилактике. Во время обхода пожарные уделяют особое внимание домовым печам. Например, Бавлинис Илгам Хамедуллин, пока строит новый дом, живет в старом родительском доме с печным отоплением. Надо проводить очистку дымохода, монтажные работы, побелку. Побелка для чего? Знаете побелку? Да, да. То есть, сразу же, если дым выходит, он на белой стене, оставлять не отметим. После инструктажа начальник караула 109-й пожарной части Игорь Щемков вручил хозяину дома информационную памятку. В период противопожарной профилактики с каждым домовладельцем проводится разъяснительная беседа, в ходе которой инструкторы напоминают основные требования пожарной безопасности, телефоны экстренных служб спасения.